За безопасность вместе! Такой лозунг и одновременно название республиканской акции подвигло спасателей Драгичинского района развернуть масштабную кампанию по профилактике пожароопасных ситуаций. Во главе угла категория одиноко проживающих граждан пенсионного возраста, а также люди, злоупотребляющие алкоголь. Как раз дома этих жителей городского поселка Антополь в первую очередь отправили спасатели, а вместе с ними и представители местной вертикали власти. Любовь Сельдоровна гостеприимно встретила рейдовую группу, рассказала о том, как ведет хозяйство, поддерживает порядок и следит за своей печью. Такие, как эта женщина, спасатели ставят в пример другим. Одинокая пенсионерка знает, тщательный уход за приборами отопления – залог безопасности. Мария Феодосиевна тоже самостоятельно ведет хозяйство. Порядок в ее доме, обращение и уход за двумя печами говорят сами за себя. Сегодня сказали, что все положительно, замечаний нет. У меня все почищено, все устроено и топливом запаслась. И все нормально. Проверить печное отопление, электропроводку, прочистить дымоход – все это хоть и не входит в непосредственные обязанности спасателя, но отказать пожилым людям нельзя. Так считают МЧСовцы Драгичинского района. А потому открыто идут на контакт с данной категорией граждан. Живо откликаются на просьбы пенсионеров. А если и не могут самостоятельно решить проблему, за помощью обращаются к компетентным специалистам. Зачастую приходится и элементы питания самим изучать, легки менять, и помогать, и дрова принести, и воды где-то поднести. В общем, старым людям не можно отказать. Что попросит, то и поможет. Входит наша обязанность, не входит. Хочется отметить, что местная власть всегда идет навстречу, всегда видим понимание, и это не становится для кого-то проблемой, а становится общей задачей. Одиноким гражданам оказываем какую-то помощь, но помощь эта больше такая – выслушать что-то, где-то настроить радиоприемник, или там где-то, например, подсказать, кому обратиться к печнику, чтобы где-то подремонтировать. Каких-то таких требований необоснованных вот эти одинокие граждане, они не предъявляют к сельскому совету. Они привыкли всю жизнь, скажем так, на себя рассчитывать и на свои силы, и они где-то кого-то находят. При необходимости мы, конечно, оказываем помощь. Самая проблемная, по словам спасателей, категория граждан – семьи, в которых кто-либо из родителей злоупотребляет спиртными напитками. Достучаться до этих граждан крайне сложно, а потому контроль с заведением ими хозяйства и соблюдением безопасности ведется огнеборцами регулярно. Накануне визита спасателей вместе с нашей съемочной группой к жительнице городского поселка, которая по понятным причинам отказалась на представиться, сотрудники МЧС уже приезжали в гости к женщине. Сделали серьезное предупреждение. Однако о безопасности в этой семье не задумывались и после призыва спасателей. Плачевное состояние печи, дрова, лежащие возле пожара опасного устройства. И это далеко не все, что так или иначе говорит о безответственном отношении людей к своей жизни. Такие примеры, к сожалению, не единичны. К хозяину другого дома тоже оказалось немало вопросов. В этом году уже на территории района погибло пять человек. Из них три находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. То есть причиной пожара послужила неосторожность при курении. То есть цифры говорят сами за себя. Это наибольшая частая причина пожара. Одной из форм профилактической работы с населением являются сельские сходы. Для того, чтобы предупредить пожары и чрезвычайные ситуации, сотрудники МЧС собрали жителей городского поселка, чтобы донести полезную информацию. Внимание публики было представлено несколько обучающих роликов. А также продемонстрирована пожарная техника и спасательное обмундирование. С наступлением холодов на территории Брестской области, как и на территории всей страны, происходит всплеск пожаров. В частности, по причине нарушения правил печного отопления, по причине нарушения правил пользования электроприборами из-за перегрузок электросети. Происходит это потому, что люди в домовладениях начинают усиленно обогреваться. Не всегда с соблюдением правил пожарной безопасности. Поэтому накануне такого сезона забота органов МЧС, забота всех заинтересованных структур напомнить людям о том, как правильно, безопасно встретить голода, о том, как правильно и безопасно прожить зимний период.